здравия всем друзья мы начнем обзор орхидей немножко не с орхидей это моя фуксия продолжает свое цветение она у нее периодическое нам так выбрасывает множество множество бутончиков распускает их отцветает две недельки отдыхает и потом опять растет бутончики вот так она у меня цветет зимой здесь хоя лакуноса тоже очередная волна цветения было очень много цветоносов такие красивые зонтики очень ароматная она я уже об этом рассказывала вот она мне такая тут красавица висит вот пубик алекс зимой у меня не цвела еще как был у нее один цветоносик так и все но переходим к орхидейкам у меня будет несколько частей обзора потому что хочу показать каждую полочку в отдельности и потом буду добавлять орхидейки которые будут распускаться позже нижняя моя полка вот такой красавец мой беглиб очень люблю этот фаленопсис это расцветка просто восторг она такая таких у него немножко как бы кучерявые лепестки и вот очень нравится мне этот темно-бордовый цвет фаленопсис ах просто вообще восторг от этого беглипа я в восторге у меня их было два куплено растения одно погибло на начальной стадии адаптации вот как мы все знаем сейчас очень много больных перемороженных фаленопсисов не все выживают после покупки но этот благополучно уже который раз цветет в моей домашней коллекции много фаленопсисов еще только гонят стрелки и бутоны и цветоносы и вот у меня здесь такая красота моя цветонос от господи как его от филипиненса вон огромный красивый надо его немножко подтянуть приподнять с кучи веточек и моя красивая зигонизия мура сакамачи господи из можно язык сломать как-то так если хотите увидеть подробнее про мою зигонизию у меня есть про нее отдельные видео и с цветением и совсем тоже цвет шикарный очень мне нравится она передумала я ее продавать что тогда у меня был всплеск хотелось я ее хотела ее продать потому что очень крупное растение для моих полок очень крупная она конечно и она разрослась и продолжает разрастаться но разрастается в принципе ну не считая вот этой ботвы компактно шага резом и тут вот если сейчас попробую вот как видно до шага резом и практически нет то есть бульбы растут одна от другой довольно плотно друг другу поэтому как бы я может быть просто разделю в какой-то момент и часть растения все-таки продам а часть оставлю себе но пока я ее не собираюсь делить прошлый раз перевалила и все вот такие цветки красивая большая шапка сколько здесь у меня раз два три 4 5 цветоносов 5 цветоносов из 4 бульб я от нее в восторге опять же говорю плюс что мне нравится с одной стороны мне очень нравится запахи зигопиталумов и во всей этой группы с другой стороны меня вполне устраивает что конкретно это зигонизия не пахнет может у нее в какие-то моменты там есть легкий 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 аромат но в принципе как бы ее можно отнести к непахнущим цветам она не имеет четко выраженного запаха особенно такого сильного как у большинства особенно темно цветковых зигопиталумов поэтому я от нее ну я просто в восторге от формы цветка от цвета ну блин это это что-то одна одна из сильнейших моих любовей вот эта форма цветка этой зигонизии что здесь у меня еще вот этот распустился фаленопсис он такой я не знаю видно ли вам на камеру мне в телефон не видно правильно его расцветки у него бледно бледно желтый край лепестков и белая серединка такое такая как небольшая звездочка внутри ну вот как бы такой он очень нежный и конечно же вот этот фаленопсис я его собираюсь поставить на обеденный стол потому что очень он мне нравится по форме своих цветов опять же этот очень красивый сиреневый цвет очень мне нравится этот фаленопсис он у меня переболел я его когда купила у него как-то не было почти как это объяснить почти не было адаптации никакой я думала боже неужели такое качество классная цветка он цвел и потом сразу же выбросил новые цветоносы куча корней и такой весь красивый и так пышно цвел такие пышные цветоносы были если посмотрите мои прошлогодние видео какой он шикарный там прошлый или позапрошлый год господи даже не помню когда я его купила наверно позапрошлый год или прошлый в общем очень красиво он там цвел такими пышнючими цветоносами в итоге он очень сильно у меня переболел я даже переживала что я его потеряю у него как бы were подгнивания листа в самом низу оY щас сейчас сейчас подгнивание листа в самом низу и и я боялась что я его потеряю пришлось там убирать перепели переваливать его надоращивание корней убирайте типа гнившие листьяР чуть-чуть там подрезать даже шейку и И ставить на доращивание корней, в итоге он уже с доращивания корней вот был перевален в стаканчик с корой и с камушками, чтобы вот хорошо росла корневая система. Но вроде там с корнями уже все в порядке, и он даже вот мне выдал довольно хороший такой цветоносик, смотрите, на 2, 4, 6, 7 цветков. Это учитывая то, что я знала, какие цветоносы он может выдавать, с множеством веточек и по 2 цветоноса за раз. В общем, растение очень перспективное, я надеюсь, что он уже все-таки у меня выжил. Что у меня здесь еще такое? Ну, цветущее я вам все показала, что у меня на этой полке. Конечно, здесь у меня еще вот, я же говорю, растят цветоносы. Это беглипчик мой розовый, это такой желтый с пятнами, все время забываю, как он, опять же, филиппиненца. Это я не помню кто, тут тоже не помню кто, там стоит еще хойка, которая еще у меня ни разу не цела, как-то очень медленно растущая. И, да, башмачки мои, вот горе у меня, конечно, растут нормально. Вот там две такие крупные розетки, такой крупноцветковый бледно-желтый башмачок. Вот он там под самой стенкой стоит. Две крупные красивые розетки, полный горшок корней не цветет. Здесь у меня тоже от старой цветущей розетки, она уже давно отсохла, отвалилась. Две, даже тут три, три розеточки на ту маленькую я не считаю, но вот эти такие, особенно эта, более-менее полноценная розетка. Тоже там и корни наросли, уже все наросло, цветоноса нет. Здесь у нас, конечно, это очень, это там какой-то Ротшильд, я уже не помню. Это, конечно, очень долгоиграющий вариант, но тут у нас наращивание корней по полной программе. Он сидел на ножке, там корней не было, были только зачатки, и я уже ту ножку отрезала, зачатки поставила на проращивание. Не знаю, что там прорастет, не прорастет, но посмотрим, должны, а не должны. В общем, с тех пор, как я поставила его на проращивание, тургор у него, конечно, немножко опал, но сами листья еще форму держат, значит, еще нормально. Так что, первая часть моего обзора всего почти 10 минуточек, но, я думаю, такими коротенькими частями, тем более, что на верхних полках у меня побольше цветков, все-таки, вот такими частями буду выкладывать обзорчики своих цветущих орхидей. Сначала те, что у меня распустились и цветут на данный момент, а потом, наверное, я так думаю, через месяцок, а то и больше, уже выложу остальных моих, которые вот только-только еще растят, цветоносики и бутончики, им еще время на это надо. Так что, вот такая красота, фаленопсисы, зигонизия, красота. Увидимся в следующем обзоре.